Добрый день, добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу все про великий и могучий Плутон, который сегодня, между прочим, совершил ингрессию, то есть поменял свой знак, перешел из Козерога в знак Зодиака Водолей. Не просто так, а в соединении с Солнцем, между прочим. Солнце тоже поменяло знак, но это всего лишь на месяц, а Плутон в знаке Водолея, конечно же, на дольше. Какие ждут события, что будет связано с ним, что будет происходить, как мы себя будем чувствовать, и какие знаки Зодиака будут максимально чувствовать это движение, я расскажу вам как раз-таки в этом видео. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. Итак, первый раз Плутон поменял свой знак, и после большого достаточно промежутка своего времени он поменял знак с Козерога на Водолей, и это было 24 марта 2023 года. Да, мои дорогие, все те события, которые были ранее, это был не Плутон, но Плутон пришел разбираться с теми событиями, которые были ранее, и которые мы просто дали на откуп всему миру, и решили плыть здесь, как рыбка в воде, то есть не сопротивляться, уходить, как-то вот бездействовать, потому что Плутон – это такая планета очень мощных коллективных энергий. Плутон – это планета, которая всегда на стороне власти, на стороне силы. Вообще Плутон олицетворяет саму силу, катаклизмы, чрезвычайные ситуации, когда что-то меняется, крупные массы, движения масс, изменения, изменения в обществе, фатальные они или нет. Как правило, они фатальные, катастрофические, потому что большинство людей, которые живут с нами на планете, они придерживаются такой тактики – лучше я ничего делать не буду для того, чтобы я просто пережду все то, что там происходит. И тактика, с одной стороны, она верная, но в глобальном плане ничего не делать в принципе по жизни вообще, или как, или же в своем все-таки развитии, то есть своей жизнью заниматься, потому что большая глубочайшая ошибка тех людей, кто живут так, как им не хочется, но они продолжают жить, потому что вроде как надо им, кто-то это сказал, навязал, по привычке, так проще. Тогда, да, тогда приходит как раз-таки очередная квадратура или транзит Плутона, и как раз-таки накрывает нормально, изменяет полностью жизнь, жизнь превращается в одно сплошное выживание и чрезвычайную ситуацию, зато быстро, действенно, и человек начинает расходовать то количество энергии, которое ему положено по его натальной карте в жизни, ну, расходовать, применять, каждый день активно вести образ жизни. То есть у нас как в обществе есть такая интересная установочка, что вот как-то вот я в 20 веселился, в 30 я пахал, в 40 у меня уже дети там выросли, и я хочу вот так вот расслабиться и жить легкую интересную жизнь. Ребят, да в 40 только начинается все. Я вам это серьезно говорю. В 20 можно веселиться, узнавать этот мир, дорастать, добирать все, чего хочется. В 30, да, уже нужно определиться, кто ты по жизни. Если ты определился неправильно, то сначала придет батька Сатурн, и на самом-то деле начнет ввести первую волну, такое разрушение, опустошение, одиночество, да, чтобы человек как бы просто понял. Если в 30 не накрыло, то привет 35-37-40. А в 44 приходит как раз-таки Уран с Плутоном, квадратурчики, которые у кого-то в 42, у кого-то в 44. Ребят, все зависит просто от десятилетия, в котором каждый родился, потому что сейчас Плутон меняет знак, и он в одном знаке находится мало количества лет, а в другом знаке он находится чуть больше, понимаете. И это все зависит от цикла планет. Говорить, сколько времени он находит в каждом знаке, ну это такой разговор, который может продлиться очень долго. Поэтому здесь все, я вам еще раз говорю. Поэтому каждый раз, когда вы мне пишете под видео свои вопросы, я всегда вас прошу уточнять с датой, временем и местом рождения, чтобы мне понимать хотя бы к какому десятилетию вы относитесь. Просто так по десятилетию я могу сказать, ну да, у тех, кто родился в 80-й, привет, в 44 придет Уран, в 42 придет Плутон. Вот так, вот так интересно, вот так забавно, но это работает. Мне говорят, слушай, правда, два года колбасит, а сколько будет? Так вот, сколько же сейчас продлится история, история с Плутоном, который поменял знак? Первая его ингрессия из Козерога в Водолей была в 2023 году, и длилось это движение в Водолеи, обратно в Козерог почти год, да? И вот сейчас январь, 10 месяцев длилось, да? И сейчас январь, Плутон еще раз меняет знак, и что хочу сказать? С 21 января он войдет в Козерог, он войдет в Водолей, и с 6 мая он в Водолее начнет свое ретроградное движение, да? И начнет ретроградное движение, будет снова пятиться назад с Водолея в Козерог, и 2 сентября он в ретроградном движении снова поменяет знак. И он, это, кстати, момент после ретроградного Меркурия и между коридорами затмений. Да, на секундочку, у нас осень будет тоже непростая. И до 15 октября он будет у нас как раз-таки в знаке Козерог. И здесь такая история, когда вот необходимо, необходимо будет четко понимать, что вот этот вот отрезочек времени со 2 сентября по 15 октября, здесь необходимо будет как раз-таки разобраться, зачем же мы все возвращаемся на столь короткий промежуток времени, да, в знак Козерога. И этот момент как раз-таки будет такой сложновато, потому что у нас с вами там коридор затмений, и это коридор затмений, он начинается с лунного затмения и заканчивается солнечным, а это говорит в прямом смысле о том, что нам бы с вами ничего нового начинать не нужно. Разрушать старое получится хорошо, создавать новое не получится вообще в принципе, да. Ну и здесь как раз-таки такая история у нас с Плутоном очень забавная. Да, дорогие, и с 16 октября Плутон разворачивается в директное положение, он еще, еще в Козероге, и уже будет с 30 градуса, там совсем немножечко, с 30 градуса будет двигаться в сторону Водолея. И с 16 октября и до 20 ноября он будет последний раз в наших с вами жизнях в знаке Козерога. Да, 20 ноября 2024 года Плутон окончательно поменяет знак и перейдет в знак Водолея, и уже весь его движ начнется там. Естественно, при ингрессии снова Водолей, это будет третий и последний раз, он, конечно же, сразу квадратура с Марсом, напряженное время. У нас с вами, что будет на небе в этот период, да, у нас выборы, выборы, президентские выборы, смена глав государства, очень важных для всех нас стран. Кто-то может сказать, что да кому нам нужны другие государства. Ребята, все, что происходит в одной части тела, происходит и влияет 100% на другую часть тела. Поэтому мы все с вами живем на одной планете, и то, что происходит, даже в той стране, неважно, как кто к этому относится, это косвенно да влияет на каждого члена этой планеты. Поэтому, ну, ребят, мы здесь все с вами вместе, мы здесь все должны быть дружны по факту для того, чтобы у нас все было хорошо. И как раз-таки господин Плутон меняет знак в Водолей, и все свои порядки в знаке Козероги он уже сделал. Ну как, Плутон отвечает за коллективные массы, за свой сложный такой порядок, манеру управления в знаке Козерога. Последний раз Плутон менял знак с Козерога на Водолей. Это было 250 лет назад. После тех событий, если вы отмотаете, откроете Википедию события, что было, несмотря на то, что там кто-то историю переписал, неважно, ребят, все знают, что после тех событий прошло еще несколько десятилетий, отменилось крепостное право, люди стали свободнее, люди начали потихонечку-потихонечку вставать на тот путь развития и жизни, в котором мы сейчас живем. То есть на это понадобилось, грубо говоря, 250 лет. А мы сейчас живем и не ценим вот этого всего. И Плутон на самом деле входит в Водолеи для чего? Для того, чтобы мы просто начали ценить, такой глобальный замысел, цену человеческой жизни. Здесь такой очень интересный момент. Цена свободы, цена человеческой жизни. Что есть для каждого свобода? Это как раз-таки маленькая ступень, этап развития в эру Водолея, про которую все так нашумевшие говорят, про которую все так интересно, лопочат. Но никто не знает, когда она начинается, никто не может назвать точную дату, если спросить. То есть мы по чуть-чуть туда идем, потому что то, что планируется вообще в глобальном пространстве, в глобальном замысле... Ребят, согласитесь, у нас за последние годы, мы когда все в космос полетели, еще никто не полетел в космос. Несколько человек всего лишь было в космосе. Можно до ста человек, наверное, посчитать, сколько было экспедиции. Первый раз была экспедиция, в каком году все и так знают, в каком году это было очень давно. Что далось на освоение космоса, что случилось, что произошло, что нового было внедрено. Ну, кроме того, как каждый год выходит новая модель смартфона, и она на какую-то маленькую супергрош чуточку лучше, стоит в два раза дороже, отличный маркетинговый ход, прекрасные-прекрасные масштабы заработка капитализма, и эта схема начнет потихонечку отмирать. Естественно, если что-то отмирает, что-то должно появиться новое. Если что-то отмирает, значит, все те люди, кто привыкли так жить, им тоже будет не очень хорошо, да, им будет не очень сладко, потому что можно как угодно говорить про разные структуры общества, но очень много обычных людей ходят туда каждое утро на работу и возвращаются, кормят там свои семьи, да, с этой зарплаты. Мы все живем, то есть это наша структура общества, ячейка общества, и мы все в этом обществе живем, независимо от того, где мы находимся, в какой стране мира проживаем. Бюрократия, она есть всегда. Поэтому я вот так тактично очень говорю, аккуратно, потому что, сами понимаете, с политикой сообщества и условиями пользования, да, как говорится, не все возможно говорить так, как оно есть, и на самом деле, зачем это нужно? Просто понимаете всю ответственность, да, что мы все, совершая определенные поступки и действия, влияем на этот мир, мы его меняем и двигаем. Я поэтому вам всегда говорю, глобальные события в мире, они будут происходить всегда. Наша с вами задача жить свою жизнь, понимать, что на основе нашей жизни, не думайте, что вы ни на что не влияете. Мы, каждый, влияем по-своему на этот мир, то есть каждый воспитывает себя, воспитывает, дает лучшее своим детям, и эти дети вырастают, становятся другими людьми, то есть не как если бы вот просто они родились и вот просто вот как цветочки, где-то как грибочки бы росли, да. Нет, мы вкладываем, мы даем им воспитание, то есть мы понимаем, мы осознаем всю ответственность. Поэтому, ребят, влияйте на себя, на свою жизнь, поднимайте себя, свой социальный статус, свою жизнь поднимайте вверх, поднимайте свою семью, потому что, да, сейчас мне говорят, у нас вот такой век свободы-свободы, да, конечно, Плутон придет, и здесь свобода будет, люди очень сильно, да, в последнее время пошли в свободное такое плавание, люди чаще заводят собачку, чем детей, чаще такие свободные отношения, чем новая ячейка общества. Это будет очень сложное время, на самом деле, когда Плутон будет водолеем, и только избранные, я бы так сказала, да, будут иметь семьи, счастливые семьи с детьми, полные семьи, и это, я хочу сказать, будет роскошь нового времени, потому что многие, к сожалению, подают тенденции независимости, быть вот такими свободными, повидать мир, ну, хорошо, мы сейчас все с вами ускоряемся, Плутон сейчас перейдет в водоле, мы ускоримся еще быстрее, в 2026 году уран начнет прыгать с тельца в близнецы, да, и эта чехарда тоже на два года, плюс-минус, и, конечно, время полетит вообще очень быстро, но мир можно посмотреть очень быстро, съездить, посмотреть, стать таким свободным, живите здесь и сейчас, начинайте сейчас пробовать то, что вы не пробовали в этой жизни, что вам хотелось бы, я не говорю о жестких каких-то способах проявления свободы, нет, конечно же, захотелось вам, я не знаю, прыгнуть с парашюта, пошли спрыгнули с парашютом, огласили все признаки безопасности, посмотрели и все прекрасно, захотелось вам сейчас пожить свободно, поживите свободно, посмотрите, каково это вам, жить свободно, в одиночестве, классно, нет, все отлично, найдите себе друзей классных, которыми вы растете, у вас есть совместное хобби, вы развиваетесь, да, на самом деле Плутон в водолее будет развиваться очень сильно дружба, будет развиваться в том числе свобода, но при этом будет такая большая тенденция на разводы, на ту самую извращенную свободу, про которую сейчас, к сожалению, с каждого утюга говорят, что вот мир, вот он такой разнообразный, любовь, она вот такая разная, природа придумала у нас всех такими разными, можно все что угодно говорить, какими нас придумала природа, но вот вы просто откройте первичные половые признаки и сразу понимаете, кто есть кто, и почему где-то в голове у кого-то винтики работают немножко не так, подкрутите, пожалуйста, это адекватно, да, к сожалению, сейчас есть такая мода, странная мода, и с переходом Плутона, смены знака, с одной стороны это будет сложно, с одной стороны это будет сложно, с другой стороны это будут, конечно же, технологии, это будет, конечно же, развитие, это же будут, конечно же, естественно, опыты различные, изменения, в надежде изменить этот мир, эволюцию и тому подобное, но, ребят, прекрасно понимаете, природой задумано так, так что закон природы, он самый сильный, он самый важный, и живя по закону природы, соблюдайте свои основные моральные принципы, и это основные правила, пожалуй, которые я хочу сказать, какие я с собой беру в эру водолея, вот в которую мы шагаем, с ингрессией Плутона, потому что природа задумана так, что и катаклизмы будут, будут и катаклизмы, мы вступаем в года яркой солнечной активности, когда будут и мировые изменения климата, и наводнения, и природа, естественно, будет бушевать, природа всегда бушует, когда ей что-то не нравится, здесь ничто не победит природу, закон природы, он самый сильный, когда человеческая глупость, как говорится, она превышает апогей своей спонтанности, я бы так это сказала, то здесь приходит момент, когда природа все сметает, и это на самом деле правильно для того, чтобы не разбираться, кто прав и виноват, проще начать сначала, так и есть, ребята, проще иногда бывает начать сначала, но мы же с вами не хотим начать сначала, мы же с вами хотим продолжать развиваться, идти ярко, активно в эту жизнь, в эту интересную, действовать ярко, и здесь, пожалуй, я вам хочу сказать, что начинаете развиваться. Записала, буквально сегодня закончила записывать для каждого знака зодиака гороскоп на 2024 год, в каких-то знаках забежала, и даже в 2025-2026 года упомянула, у кого это было по логике, адекватно, и здесь, ребята, просто понимаете, что мы с вами в переходном этапе, где необходимо действовать. Плутон поменяет знак, мы все это спокойненько переживем, мировые события в этом году не будут такими уж и активными, что нового принесет Плутон, принесет очень многого нового, странного, неординарного, выходящего за рамки, выходящего за рамки того, к чему мы привыкли, и здесь главное просто понимаете сами, готовы ли вы к таким правилам игры, или нет, или же вы все-таки готовы гнуть свою линию, и я же за адекватность, за адекватность, за закон природы и за то, что пройдет время, пройдет время, все фрики, все вот эти свобода выражения, оно естественно, это недолгий маскарад, и он всегда спадает, но во время этого всегда рушится очень много жизни, многие люди меняют направление, и потом, к сожалению, есть точки невозврата, когда невозможно вернуться назад. Таким образом, система, мир, природа, называйте как угодно, выкашивает всех, кто недостоин, ну так это можно сказать, закон эволюции, он самый сильный, ребят. И здесь, пожалуйста, понимайте, кто вы, зачем вы, какой у вас план по жизни, что вы хотите от этого мира, для чего вы пришли сюда, в эту жизнь, если у вас эти мысли есть в голове, если вы об этом задумываетесь, или вы задумываетесь о том, что вы живете свою жизнь, но вы достойны большего, вы хотите большего, и это не просто там веяние рекламы, или моды, или хочу как у людки, нет, это ваше истинное внутреннее, вы понимаете, что вы живете не свою жизнь, и это нормально, делайте, делайте, власти, как говорится, из этой истории, в которой вы погрязли, начинайте жить свою жизнь, вставать на свою лыжню, еще раз одно и то же, и тогда будет хорошо. На самом деле, Плутон у каждого в своей натальной карте находится в определенном месте, и он даже не проходит и половины натальной карты, то есть он проходит, грубо говоря, четверть или треть, полный цикл он делает, полный оборот, 250 лет, естественно, мы с вами столько не живем, поэтому получается, кто-то проживет 40 лет, кто-то 70, редко кто проходит отметку в 90, ну мы сами с вами все это знаем, и поэтому посмотреть, по какому дому у вас постоянно проходит, то есть транзит Плутона, то в принципе можете вы каждый, если же вы хотите узнать, какие сферы заденет у вас движение Плутона в транзитах, в натальной карте, именно в 2024 году, оставляйте комментарии под этим видео, обязательно оставляйте дата, время и место вашего рождения, не стоит думать, что Плутон, переходя там в первый дом, он принесет какие-то страхи и переживания, на самом деле Плутон это планета, которая, да, приносит страхи и переживания, если вы ничего не делаете, на самом деле Плутон это очень мощные, сильные внутренние фобии, которые сложно бывает иногда вытащить из себя, не просто так, Плутон это многие скорпионы, которых я знаю, они психологи, то есть люди, которые в прямом смысле вытаскивают из человека фобии, то есть разбираются, и это не просто такие психологи, которые вот инстаграмные, которые вот такие вот, они сидят и такие все красивые, нет, это те люди, которые реально работают со сложными случаями, с трагическими случаями, с катастрофами, это те люди, которые в чрезвычайных ситуациях помогают, это как раз таки Плутон отвечает за все вот это самое страшное и самое сложное, да, ребят, то есть Плутон это планета больших трансформаций, коллективных энергий, когда жизнь меняется в условиях жестких трансформаций, поэтому здесь, конечно, понимайте, что Плутон, проходя по каждому отрезку дома, мне бы, конечно, записать видео, где находится Плутон в каждом доме, я это обязательно сделаю, не обещаю, что сегодня, но обещаю, что очень скоро, поэтому, ребят, пока пишите просто здесь в комментариях, если нет желания ждать, записывайтесь на консультацию в описании канала, ссылочка на сайт, будем разбираться, что там, где там у вас Плутон, ваш личный гороскоп и тому подобное, поэтому прекрасно понимаете, что, кто вы, зачем вы пришли сюда, что будет происходить, происходить будет разное, будут меняться от, естественно, Плутон очень сильно любит менять лидеров государств, особенно у нас в следующем году, еще и Сатурн меняет знак с рыб на Овна, и это тоже такая очень интересная история, и Юпитер у нас красавчик меняет знак, и в следующем году Нептун у нас красавчик меняет знак, поэтому, ребята, да, у нас, я поэтому вам говорю, круче 2024 года, будет год только 2025. Сказать, что мы не справимся, справимся, мы же все здесь, до сих пор дожили, поверьте, в 91 году было очень много изменений, вообще, в принципе, в 90-х годах, энергии были примерно такие же, наши родители выстояли, да, мы все здесь стоим такие красивые, конечно, стоим, и будем дальше стоять, будем дальше жить, но что надо делать для того, чтобы выжить и жить классно? Нужно жить, нужно жить на всю катушку, как хочется, от всего сердца, для того, чтобы энергия бурлил, и тогда никакие события не придут нас растормошить, потому что нам события и жизненные кризисы даны для того, чтобы нас растормошить, а тот человек, у которого события по всем углам каждый день что-то трубит, и он вообще на эти события не обращает внимания, у него своя вечеринка каждый день, поэтому, мои дорогие, я вас прошу не впадать в панику от того, что какая-то планета меняет знак, конечно же, она меняет знак, в этой глобальной вечеринке участвуют все глобальные лидеры, которых мы все знаем по именам и по фамилиям, поэтому это их вечеринка, кто-то из них сменится, кто-то сменится красиво, кто-то уйдет некрасиво, кто-то уйдет трагично, попросят уйти, это не наши с вами задачи и вопросы, наши с вами вопросы, как мы устраиваем свои жизни и куда мы идем, поэтому здесь, мои дорогие, будьте, пожалуйста, адекватнее, сохраняйте спокойствие, и не позволяйте страху вас победить, ну, потому что страх это не самый лучший спутник по жизни, лучше идти с верой, с надеждой и с любовью, которая, между прочим, очень хорошо помогает жить и с пониманием того, что вы хотите, мало верить, нужно действовать, ребят, на скормические узлы в 2024 году северный узел находится в знаке Овна, это прямой, понимаете, вот, вот, прямой указатель того, что надо действовать, все остальное это тлен, нужно действовать, брать и делать четкие действия по направлению улучшения своего будущего и будущего своей семьи, и тогда у нас с вами все будет хорошо. Ребят, вот такой, вот такой интересный получился рассказ про Плутона, не знаю, хороший или плохой, я надеюсь, вы не будете искать в нем плохое, он такой, какой он есть, здесь нет никаких таких сложных мыслей, здесь нет никаких таких моментов что-то кому-то опустить или поднять, нет, ни в коем случае, жизнь, она просто течет, да, сейчас у нас мы идем в мир, который хочет стать свободным, люди устали, но свобода, это тоже такое странное понятие, водолей, конечно, отвечает за свободу, равенство, братства, когда все люди, братья, и вы мне скажете, да, но свобода очень тесно граничит с анархией, и здесь, она, вы даже не замечаете, мы порой, как свобода быстренько и плавно стекается в анархию, и здесь такой момент, или же в пофигизм, или же в абсолютное бездействие и прожигание жизни, и здесь нужно просто четко понимать, где именно мы хотим свободу, где именно мы хотим развлечений, где именно мы хотим бездействия, да, и здесь, конечно же, на поверхность, слава богу, будут выходить вопросики, не просто новых технологий развития, новых темп развития технологий, свободы, митингов, протестов и тому подобное, здесь точно так же климатические, природные ресурсы, но все это будет происходить после катаклизмов, просто так, ну люди не хотят же до этого додуматься, просто так это баловство, да, а когда что-то происходит, люди объединяются и начинают вместе что-то решать, поэтому, к сожалению, к сожалению, 2024 год, это год, про который еще очень мало чего можно говорить, все события будут разворачиваться в течение 10-15 лет, и они будут происходить очень массово и глобально, и про это, пожалуй, я запишу какое-нибудь такое большое, интересное, красивое видео, где-нибудь на берегу, чтобы вы смотрели и успокаивались, они на фоне стены белой, которая некоторых вводит иногда в такое заблуждение, поэтому, ребят, расслабляемся, расслабляемся, машем, занимаемся своей жизнью и идем в развитие, конечно же, все те, кто идут в развитие, все те, кто развиваются, это отличный плацдарм, в новый путь, в новое будущее, в новый мир, я лишь просто хочу вас уберечь, что сейчас происходит очень много, на самом деле, ухода от реальности, очень много классного, и нового, и интересного мы с вами получим, если же мы не будем уходить в теневые свои какие-то стороны, в стороны пофигизма, если мы не будем опускать руки, то есть необходимо создать это будущее, потому что мы пока находимся без будущего, мы те люди, то поколение, у которых будущего пока нет, да, нам его нужно построить, почему, потому что вдруг все в нашем поколении решили стать свободными, а-ля инфантильными, поэтому, ребят, ну здесь вот такая история глобальная, нужно взрослеть, взрослеть, не получится в 40-45 вот так взять и расслабиться, все только начинается, все только начинается, и все самое интересное начинается, не просто же так же нас родители учили, поэтому, ребят, собираемся и работаем, вот такое было неоднозначное видео, я бы так сказала, это такое стартовое видео, в 24-м еще мало говорить про то, что есть, вот как пройдет этот год, будет зависеть 25-й и 26-й, но я почему-то думаю, что мы справимся, и я всегда на это надеюсь, я всегда с этим рассчитываю, я всегда знаю, что мы молодцы, что мы справимся, что в последнюю минуту, вот мы найдем верное решение, мы объединимся, и все у нас будет хорошо, и до сих пор получалось, понимаете, до сих пор получалось, мы с вами находимся здесь, хотя было очень много моментов, когда вот нас же всех могло не быть, но тем не менее, самообладание, силы, упорство, и понимание адекватности мира, что мы хотим жить, и продолжать жить, убирая свою гордыню, эго, вот туда подальше, ненужное, и начинаем жить не только ради себя, а ради общества, вот на самом деле для этого, Плутон меняет знак, из Козерога в Водолей, для того, чтобы начать работу на благо общества. Ребят, с вами была я, спасибо, что были здесь, и досмотрели это видео до конца, оставляйте вопросы, если они у вас есть, по классике, в конце актуальные ролики, прикрепляю гороскопы на 24 год, смотрите, целый год актуальны, задавайте вопросы, спрашивайтесь, приходите ко мне лично, буду рада всех видеть, ну и что, увидимся с вами в следующем ролике, пока-пока.